Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Субтитры подогнал «Симон» Страна ФМ. Зови меня черной кошкой, гонимой людьми. Пустяк, быть может, где сложно. Попробуй, прими, но оказаться ей может. Такой же, как ты. Возьми себя в руки, держись за мечты. Зови меня неформальной. Зови не стыдись. Зови меня неформатом. Зови не стыдись. Смотри хоть все мои песни. Сожги все стихи. Ведь имя мне Феникс. Бессмертный Ани-Ани-Ани-А. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Дорогие друзья, здравствуйте! В студии Лиза Калинина. Наша программа «Лучшее в стране» и с огромным удовольствием я представляю наших музыкантов сегодня. Певица, музыкант, поэтесса Дана Соколова у нас в эфире. Дана, привет! И кто сегодня с тобой в команде? Это Ваня Зеленков. Мой Ванечка любимый гитарист группы Дана Соколова. Иван Зеленков. Ну что, вы как? Как у вас настроение? Хорошее, бодрое? Прекрасное. Я обожаю такую крутую погоду, когда она в Москву приходит. Да, но я хочу тебе сделать комплимент, наверное. Ты все время такая разная. Я вообще тебя не узнаю. Я просто даже когда готовилась к эфирам, к разным статьям, разных интервью, твои фотки разные. Ты вообще другая. Что тебя так... Я меняюсь со скоростью света постоянно. Это твое, вот тебе это нужно, да? Да, меня это вдохновляет. Я вообще не представляю, как можно жить без этого. Потому что, ты знаешь, даже вот аудитория реакции нам пишут в Инстаграм везде, когда увидели анонс, что ты приходишь. Такие, ой, это Дана, я ее не узнал. А можно поставить вот эту композицию в эфир? То есть ты вообще такая, молодец, молодец. Ну рассказывайте, какие у вас новости? Я вижу, Дана у нас с двумя мячиками, видимо, World Cup не прошел стороной. Мы за Россию топили вообще всей группой. Да. Болели, активно участвовали в процессе. Очень активно, даже слишком активно. Следили, на матче ходили? Ваня, подключайся. Да, туда, конечно, мы следили и выступали на FIFA Fan Fest. Да, я видела, как это было. Ну то есть самая основная площадка, Москва, столица мира была в эти дни. Очень здорово. Да, ну конечно, это очень ощущается, когда страну охватывает такая одна мощная волна от этой бешеной энергетики. Такая эфирия. И, конечно, это завораживает, да, безусловно. Ну, народ как понимал, там же много иностранцев, музыку твою понял. Там много и русских было, и, кстати, да, очень даже активно, я бы сказала. На финал не ходили, смотрели? Ну мы смотрели, я смотрела дома финал. Тоже, тоже, да. Да, то есть в домашней такой спокойной атмосфере, чтобы ничего не разнести. Переживали, видимо, да? Ну конечно. Смотри, у вас, на самом деле, очень много новостей, о которых мы сообщим. Мы сегодня и презентуем новую работу, чуть попозже. У нас впереди будут и живые музыкальные исполнения, даже что, дорогие друзья, подключайтесь. И еще, что интересно, совсем скоро в Москве, ну осенью, там ближе к ноябру месяца, стоится большой сольник в «Известия Холл». Это правда, да. Уже идут такие подготовительные процессы. Что же это? Это шоу большое? Что это будет? Это расширенная программа, новые песни. Да, будет очень много сюрпризов и коллабораций. То есть мы планируем пригласить всех наших любимых гостей к нам на фиты, собственно говоря. И еще фиты, которые никто еще не знает. Да, и на фиты, которые еще никто не знает. Вот, поэтому... То есть будут еще артисты, с которыми вы дружите? Ну, откроем секреты или пока не будем? Не-не-не. Не-не, говорит Ваня, да, хочет. Хотелось бы, но... Не, Ваня правильно в этом плане. Мысли. Правильно, правильно, да. Не будем пока рассказывать. Подождите, но перед этим у вас же еще гастрольный тур. Куда вы едете? В Европу, в Россию, да? Мы сейчас едем по югу, да. Мы прокатимся у нас Воронеж, Ростов. Мы, кстати, уже были в этих городах. Теплые города. Краснодар, да. В Сочи еще не были, вот в Сочи прилетим. И да, сейчас вот, кстати, в ближайшее время совсем будет Рига, моя любимая. Да, ну да. Туда мы не полным составом пока что. Мы пока взгреваем почву там. Мы пока что съездим туда с еще одним прекрасным мужчиной нашего коллектива. Втроем поедете? Или сколько вас будет? Нет, мы поедем вдвоем с Мишей, который на клавишах. И, ну, думаю, что Рига, конечно, нас ждет полным составом. Ну, понятно. Потому что я уже сама не могу. Предвкушение. Друзья, у нас сейчас небольшая пауза. Напомню, Дана Соколова у нас в гостях. У нас сегодня живое выступление, премьеры. Будет круто. Оставайтесь с нами, страна FM. Лучшее в стране. Друзья, мы продолжаем в гостях у страны FM. Дана Соколова, ее музыкант Ваня. Ваня уже готов, приготовила гитару. И сейчас, как мы обещали, у нас в прямом эфире буквально состоится живой концерт. Дана, несколько слов. Что мы сейчас услышим? Что это за композиция? Мы сейчас услышим такую достаточно символичную песню для нашей группы. Она называется «Мы слепат». Это, кстати, моя любимая песня с альбома «Мы слепат» одноименного. И, собственно говоря, завершая наш недавний тур большой по городам и вечерям, всем споем песню. Итак, друзья, живое исполнение. Мы вам аплодируем. Полетели? Спасибо. Маслепат. Маслепат. Я так тихо голосом шепчет судьба о мечтах, но во снах об именах. И небо все так же сводит меня с ума, сама дымом в облака. Туда, где нет и следа, туда, где верят слова, туда, к другим мирам. Туда, 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 дымом в облака. Время так быстро летит, увядает, запоминай меня на века. В мире, где сердце болит, не внимают неосторожные голоса. И станет правдиво мой мыслепат, долетят к нам. И в отражении лужи увижу себя среди клятв вам. Так тихо голосом шепчет судьба о мечтах, но во снах об именах. И небо все так же сводит меня с ума, сама дымом в облака. Туда, где нет и следа, туда, где верят слова, туда, к другим мирам. Туда, 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 дымом в облака. Время так быстро летит, увядает, запоминай меня на века. Время так быстро летит, увядает, запоминай меня на века. В мире, где сердце болит, не внимают неосторожные голоса. И время так быстро летит, увядает, запоминай меня на века. В мире, где сердце болит, не внимают неосторожные голоса. Ой, ну прям до слез довели. Ну что ж такое? Два часа дня, мы уже все плачем. Как здорово. Слушайте, ну молодцы. Очень-очень-очень круто. Как вообще происходит? Вот просто интересно кухню же узнать у музыкантов. Вы сплоченная такая команда, но наверняка же есть какие-то моменты придумывания. Это не всегда так гладко происходит, как сейчас. Потому что сейчас полное взаимодействие. Если нас кто-то слушает, не смотрит, я объясню голосом. Да, она там что-то подмигает, Ваня, ага. И уже все складывается так хорошо и ладно. Но так же не всегда, наверняка. Как этот процесс идет? На самом деле это главный парадокс, наверное, нашей работы в том, что у нас вообще нет никаких заминок в этом плане. То есть мы как-то вот на одном дыхании. На одной волне. Да, и на одной волне, конечно. Ну это было мое такое очень большое, наверное, удивление. Но это было, безусловно, самое приятное вообще удивление в жизни, когда ты знакомишься с новыми людьми. Они каждый вообще разный. И никто до начала работы в коллективе не был знаком. И мы не работали вообще вместе никогда. И так как-то совпали по всем вообще фронтам, что сейчас уже даже нет такого минимального. То есть с полувзгляда, с полуповорота все вообще сразу читается, и мы сразу... Круто. Ну это, мне кажется, успех всегда такой приходит. Вот что интересно, Дана, к тебе вопрос. Ты достаточно активный такой пользователь социальных сетей, но даже не столько с точки зрения каких-то анонсов, продвижения. Ты достаточно откровенно, искренне общаешься с аудиторией. Вот почему? Есть такая потребность или много вопросов, и ты поняла, что это как бы одна из площадок, где можно людям раповедовать что-то, рассказать. Во-первых, много вопросов, конечно. И во-вторых, наверное, это такая моя... Ну, не могу сказать, что детская, но, наверное, юношеская такая... Ну, такой вот колкий момент. У меня была очень сложная ситуация, признаюсь, когда вот я там училась в школе, когда вот эти все времена проходили в моей жизни. Это очень оставило огромнейший след на моей вообще душе и на моём организме, я бы сказала. И, наверное, ну, это тянется за мной вот на протяжении уже там, не знаю, пяти-шести лет. Просто сейчас я уже никому ничего не доказываю, потому что я уже всё доказала вот в своё время тому, да, когда там были самые яркие времена там прихода и на лейбл. Ну, понимаете, о чём я говорю? Ну, блокстарн, конечно. Да, да. И получается, что сейчас я уже нахожусь в такой именно душевной ситуации, что я понимаю, что я могу себе позволить... Поделиться. Ну, и поделиться, и в первую очередь, вот даже перед самой собой, что если это там мои социальные сети, я считаю, что сейчас меня уже ничего не ограничивает, никакие ни страхи, ни комплексы там. Я не могу сказать, что раньше были какие-то комплексы, но просто раньше меня окружали люди, которые не упускали возможности как-то меня вот уколоть. Да, за это. А сейчас рядом со мной настолько мои близкие, настолько родные, что они меня уже знают такой, и для меня это главное счастье, что мне уже не нужно там какие-то отстаивать прям позиции, и все просто знают меня. Друзья, заходите в Инстаграм Даны Соколовой и следите как минимум за анонсами. И смотрите, о чем мы говорим. Скоро вернемся, у нас небольшая пауза. Друзья, оставайтесь на стороне ФМ. Друзья, телерадиоканал Страна ФМ, Лиза Калинина в студии, и у нас сегодня в гостях Дана Соколова и участник группы Даны Соколовой Ваня. У нас Ваня с гитарой, кто нас не смотрит, слушает, рассказывает все голосом. Очень классный у нас есть инфоповод, потому что выходит новая работа, вышла уже, которая называется «С белого листа». Ну, рассказывайте, что это такое, кто снимал, кто создавал, что за клип? Ну, рассказывайте. Значит, «С белого листа» — это я уже не раз говорила, это просто свежак в нашей семье. Это наш новый ребеночек такой, которого мы все очень любим, как что-то такое очень светлое, и достаточно непохожая на все то, что было до этого. Не скажу, потому что мы совсем теми не играли. Нет, ну просто есть вот одна такая большая история, как «Мы слепа», то есть это целый альбом таких очень мощных песен, которые прям… Ну и трогательных одновременно все-таки, таких душевных. Ну да, но вот что касается этой работы, она все-таки совсем такая летняя, теплая, и в ней даже… Ну и в ней нет вот этой, наверное… Мрачности. Да, нотки такой мрачности, то есть она совсем такая… Воздушная такая, да? Да, 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 такая очень душевная. Где снимали? Снимали в Риге. Ага, ну любимой и родной. В Риге, в Юрмале, да, снимали в родной. На самом деле очень много я уже сказала слов про город этот, и я могу сказать, что спасибо вот за один уже только этот клип, и спасибо за то, что нас так принял город в плане погоды, да, то есть нам повезло по этим всем моментам. Снимались только мои друзья в клипе, то есть в клипе все… То есть никаких актеров в основном? Нет, 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 не было никаких актеров. Все родные люди. Класс. Да, да, и поэтому, наверное, тоже чувствуется особая энергия. Да, атмосфера. Ну, это для меня, во-первых, очень символично, что мы до сих пор, когда там мы можем созвониться, мы пересматриваем клип, мне до сих пор там ребята говорят, ну не могу вообще. Класс, как хорошо, мы провели время. Хорошо, что мы и вообще и закрепили и визуально вот то, как это вообще у нас и в жизни происходит, потому что мы вот так, как вот мы там сидим, я помню этот момент на песке, когда мы просто взахлёб смеёмся, вот это то, как мы проводим время, когда я прилетаю в Ригу, и улыбка не сходит с моего лица, когда я вообще говорю, что о клипе, что об этой песне, потому что она правда, она правда обладает вот такой очень магической, какой-то волшебной энергетикой, для меня так точно. И так как я сама сейчас пребываю в таком очень воздушном, лёгком, романтическом состоянии и настроении, эта песня полностью вот соответствует и характеризует меня. И это, наверное, есть счастье в творчестве, когда ты имеешь право, собственно, актуально исполнять то, вот что у тебя на душе. А как долго снимали? Сколько занялись? Снимали на самом деле день. Один день, и единственное, что закат снимали вот на следующий уже вечер поздний. Ну было круто, весело. Да, было колоссально весело. Ну что, мы не будем томить. Дорогие друзья, мы сейчас уже премьерим, так скажем, у нас сингл и клип, и смотрите, слушайте, с белого листа, о, с белого листа, всё правильно, внимание на экран. С белого листа. У нас мы сейчас посмотрим, друзья, вы слушайте и ждём обратной связи. Да, она ждёт. Не важно, что произошло, где был раньше стиль, теперь там что. С белого листа мы вновь начнём, начнём. И не важно, что произошло, где был раньше стиль, теперь там что. С белого листа мы вновь начнём, начнём. День опять не в радость, если с тобой нет тех, кто верит в тебя. Бегая так от угла к углу, Мы не знаем, сколько любви растерянно нами. И не важно, что произошло, где был раньше стиль, теперь там что. И не важно, что произошло, где был раньше стиль, теперь там что. С белого листа мы вновь начнём, Мир погрязнет в усталость, Если мы не рискнём доверять тому, кто в сердцах. Бегая так от угла к углу, Бегая так от угла к углу, Мир погрязнет в усталость, И не важно, что произошло, где был раньше стиль, теперь там что. С белого листа мы вновь начнём, начнём. Лучшее в стране. Да, друзья, это «Лучшее в стране». В эфире у нас Дана Соколова. Ознакомились мы с новой работой из «Белого листа». Очень трогательная такая, весёлая. И очень хорошие съёмки. А кто режиссёр? Вот это, кстати, самая интересная история, потому что режиссёр у нас был непрофессиональный человек, то есть это просто тоже человек из моей команды, которая, Юлечка прекрасная, взялась за эту тему. И мы вот так вот спонтанно решили, потому что у неё с городом Рига тоже связаны свои какие-то впечатления. Да, приятные. И поэтому мы подумали, что мы почувствуем эту всю прекрасную тему. И, собственно, так и получилось. Мы напоминаем нашим зрителям и слушателям, что у нас вообще-то здесь ещё живой концерт. Ребята вживую исполняют свои песни. На секундочку. И ещё одна композиция у нас сейчас прозвучит. Что будет петь? Стрела. Ой. Ну что, мы готовы. Мы тоже. Аплодисменты вам. Поехали. 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 что в каждой песне есть какое-то ну не то что предназначение какая-то такая мысль какой-то совет хороший пережитые вами да и вот тут просит тебя буквально помочь вот если трудно если тяжело вот что делать как из этого выходить как реально быть собой вот я думаю людей вот это беспокоит ну то есть на что ли ты какой-то такой у меня было достаточно не позитивное зерно вот в этом плане во мне сидела потому что как я уже сказала что мы были очень плачевные там истории да вот в период когда там моего становления то есть я же сама в детстве занимаюсь музыкой и конечно же были моменты когда уже приходилось подумать и над чем-то другим потому что уже настолько хотела менять деятельность буквально ну вот нет не поменяла все-таки деятельность ну да были были мысли даже вот ну просто настолько не хотелось ничего потому что ну как дети они по природе своей очень злые и конечно же они до сыграли свою непосредственную роль вот в моем таком пути просто как ни странно что вот на этой злости на вот этой ненависти когда ты вот когда в тебе вот есть вот это ну такая ярость живая звериная вот на этом очень много чего можно вывести то сила меня да то есть вот моей ситуации получилось именно так что мне помогла вот именно вот эта обозленность на окружающий мир на то что тебя там не принимают не слушают отказываются верить в то что это действительно твое отказываются признавать то что это у тебя получается действительно хорошо и ну сейчас вот собственно говоря я своим примером могу показать всем что нужно просто не опустить руки ни в какой из моментов и нужно действительно доказывать до последнего дня идти на пролом не знаю плача как-то там ползая просто уже там в крови не знаю в грязи но все равно в итоге дойти дойти до цели ну как в последнем герое а нужно вообще спрашивать кого-то советов просить спрашивать не нужно точно единственное что нужно быть вот в очень плотной связке с родителями конечно которые я призываю просто если дети хотят чем-то заниматься пожалуйста поддерживайте потому что потом может может быть так что это какой-то там будущий известнейший мировой там не знаю футболист гений да привет там все что угодно художник вот поэтому если есть талант его нужно обязательно раскрывать а так как родители максимально чувствуют своих детей потому что это одна кровь они я думаю тоже должны как-то и помочь почувствовать и увидеть разглядеть то есть ни в коем случае не зарывать и не там не самоутверждаться за счет детей и свои какие-то несбыточные мечты из детства не воплощать в них потому что возможно это совсем не то есть дать такую свободу ну понятно да потому что чем раньше тем лучше каждый до создан для чего-то своего и ну должно вот что-то внутри сердечко должно биться от чего-то интересно вот есть такие сейчас люди в музыкальном мире которые вдохновляют которых ты слушаешь может быть из наш минутку я реально конечно бешеный человек реально в последнее время вообще вдохновил ты можешь дать совет меня ежедневно максимально вдохновляет конечно же матушка джесси джей уже везде об этом говорю и не устану об этом говорить ровно до тех пор пока она не перестанет делать то что она делает потому что она совершенно какая-то космическая сумасшедшая начиная от вокала заканчивая там маньяки вайд поддерживает да шоу действительно да у меня уже и ребята тоже кстати смотрят и подтверждают потому что да мы просто за качество и конечно вдохновляют меня всю жизнь вот сколько помню в музыке вот те ребята которые просто делают качественно и именно с точки зрения звука потому что сейчас работая в живом коллективе для нас это все но обострилась то есть приоритете мы в первую очередь у нас звук просто превыше всего ребята у нас остается буквально 40 секунд вот хочу чтобы вы в это время использовали дали какое-то напутствие потому что очень большой запрос к тебе чтобы вдохновила убедила во-первых следите за моим инстаграмом все подписались уже никогда этого не говорю но тут просто я к тому что я ежедневно стараюсь вот в своих фотографиях каких-то мыслях которые я пишу помогать вот как раз таки ментально да на расстоянии всем людям которые за мной следят но что касается вот опять же призвание дел которыми нужно заниматься я уже сказала что ищите поддержку только у родных то есть не слушайте ни в коем случае никого кто там со стороны что-то где-то мимо проходил услышал или увидел и и все будет круто будьте счастливы от того что вы делаете найдите гармонию внутри и тогда все будет дана соколова спасибо группа дана соколова спасибо большое до встречи ребята вы супер пойте супер пока лучшее в стране на телерадио канале страна fm